Ты собираешь иконы и картины, у тебя внушительная коллекция из более чем трех тысяч картин. Ну, слушай, я этим занимался очень давно еще. Я когда писал стихи, я общался напрямую с художниками, в мастерских бывал, и я покупал картины у живых художников. У местных, да? Да, у местных, потому что это у нас очень мощное направление. В свое время задал Леонард Туржанский, и у нас такая плеяда была, и потом вот Миша Брусиловский появился, вот киевлянин. И я собирал своих. И часть, потом я занимался наивом, и часть своего собрания, вот именно все, что касалось наивного искусства, это было самое большое собрание в стране, я передал городу, и мы сделали музей. У нас есть музей наивного искусства, самый большой в России. Он частный? Нет, он городской. И я его передал не государству, я его передал городу. Понимаешь, как в свое время Третьяков, он же передал не империи, а он передал своему родному городу. И я передал своему родному городу. Но то, что у меня собрано сейчас, это с возрастом все равно начинаешь пересматривать. И если я когда-то пойму, что город способен обслуживать это собрание, достойно его как-то выставлять, то вполне возможно, что я передам. То есть пока ты хранишь это просто у себя? Да, в хранилище. И мне пока некогда этим заниматься, потому что я больше нацелен на музей иконы. У меня музей Невьянской иконы – это такой научно-исторический музей. Там очень много работы, гигантская архивная работа и так далее. Я очень люблю этот музей. Их вообще всего в России два. То есть первый это мой, потом сделал Миша Абрамов через 7 лет. Я не помню, я тебе рассказывал, мы как-то с Мишей сидим, выпиваем выставку. Мы вывезли выставку в баре по Николе Чудотворцу. И мы сидим там, выпиваем. Миша говорит, ну вот объясни мне, как так получается? В России два музея икона. Всего два. Оба бесплатные, оба придумали евреи. Я говорю, ну ты же понимаешь, евреям всегда больше всех надо. Я говорю, ну ты же понимаешь, евреям всегда больше всех.